Друзья, всем привет и приветствую любителей турбореактивной тяги! Продолжим воскрешать эту замечательную тему. Перед нами всем нам знакомый турбостартер ТС-21. Как-то я даже делал автомобиль на его основе, который чисто даже на реактивной тяге двигался с места и развивал, по-моему, что там под 60 километров в час. Но, ребята, эта тема не закрыта. У меня появились новые комплектующие, хорошие подшипники и появился вот такой масляно-топливный агрегат, который именно от него и который можно установить на двигатель, чтобы он хорошо работал в штатном режиме, чтобы была штатная смазка. То есть здесь сразу всё. Как он работает, я и сам ещё пока полностью не разобрался. Думаю, разбирать его и вам показывать не стоит, потому что здесь скорее всего куча всяких прокладок одноразовых будет. И потом при сборке возникнут сложности. Но назначение штуцеров я уже выяснил и могу вам рассказать. Вдруг тоже кто-то будет собирать такой агрегат. Назначение этих контактов не выяснил, но скорее всего это соленоидный клапан. Конструкция в целом бесхитростная. Имеется электродвигатель. Мне дали понять, что он может долговременно работать и не перегревается, не сгорает. А внутри располагается как минимум два шестеренчатых насоса и куча-куча штуцеров. Назначения которых я выяснил и могу с вами поделиться. Вот это штуцер откачивания масла. Это штуцер подачи масла. Это штуцер подачи топлива. Тоненькая трубка. Этот штуцер откачивания топлива из бака. Вот это штуцер дренажа топлива. Ну а здесь подвод нагнетающего воздуха из турбокомпрессора. Вот собственно и все, что нам нужно будет подключить, чтобы запустить турбостартер по правильному. Стартует он очень резко, очень мощно. Но я бы хотел вот эту штуку оставить, чтобы она правильно качала масло и сделать плавный пуск при этом. Для этого у меня все есть, потому что когда-то давным-давно я обзавелся гигантским шим-регулятором. Этот шим, насколько я помню, на 200 ампер и минимум на 40 вольт. А может быть и больше, точно не помню. По-моему он позиционировался как шим-регулятор на 10 киловатт. Такой агрегат у меня есть и я могу спокойно реализовать плавный пуск двигателя. По-моему я уже когда-то показывал, ну и сейчас покажу по-быстрому так сказать, потому что батарейка под рукой, ну а потом мы двинемся дальше, будем восстанавливать, оживлять этот двигатель. Самая большая загвоздка в том, что я его хочу сделать самолетным. То есть прикрепить вот сюда сопло, только не то сопло, которое на автомобиле стояло тяжеленное, а хочу сделать легкое сопло, чтобы оно мало весело. В принципе на данный момент этим я и занимаюсь, немножко позже покажу, что получается. Подключил даже прибор. Этот прибор умеет измерять постоянный ток. Все, зацепился. Пошел раскручивать крыльчатку. Ток сейчас 11 ампер и, как вы понимаете, я могу добавить и много добавить оборотов. Видите, как хорошо, плавно раскручивается. Могу добавлять, раскручивать ток 24 ампера. Если дать на всю... Вы могли заметить, что ток подскочил до 200 ампер. И это при том, что я плавно его добавлял. Вот в этом-то и весь прикол плавного запуска. Если бы я добавил резко, ток бы повысился до 400 ампер. А то может быть и больше ампер. Я помню, что прибор у меня, кажется, зашкаливал даже. А он может только не более 400 ампер измерить. Хочу сделать самолетным, ребята. Чтобы поставить на самолет. Я думаю, такой движок самолет массой 200 килограмм легко потянет. А такое мы уже осуществляли, когда тяга 1 к 4, даже 1 к 5 тяга была. Вот старый вариант сопла от именно турбореактивного варианта. Это был самый первый вариант. Оно в принципе легкое, ребята, но в нем кое-чего не хватает. А вот я уже начал создавать новый вариант. Не знаю, дальше, наверное, не буду обваривать, потому что кольцо все сжимается и сжимается, все сильнее и сильнее. То есть когда мы варим тиг сваркой, идет натяжка металла и диаметр вот здесь вот уменьшается. Просто-напросто уже вот тут по отверстиям она не налазит на шпильке, я в шоке. Можно, конечно, чуть-чуть расточить, я это сделаю. Но как бы, сами понимаете, если еще дальше, то совсем печально будет. Оно здесь проварено нормально, все держать будет, потому что еще и внутри хорошо все проварено. Но суть не в этом. Чем же будет это сопло отличаться от вот этого? Это, оно могло работать только со вставкой, которая сюда вставляется. Специальная вставка, которая создает уплотнение на турбине. Ее здесь сейчас нет, но она весит около 5 килограмм. Так вот, я хотел бы от нее избавиться и сделал сразу так, чтобы как бы со вставкой было. То есть внутри видно там буртики проточены. То есть все продумано и все будет нормально. Я смогу облегчить где-то примерно на 5 килограмм этот двигатель. Для того-то это все и задумывалось. Спустил уже вниз аппарата и буду продолжать делать сопло. Приобрел прокладочный материал, это мягкий тонкий паранит. Думал, может быть на силикон посадить, но потом решил все-таки через прокладку. На силикон никогда, как говорится, не поздно. Сейчас по программке рассчитаю конус и будем делать сопло. Оно на этот раз будет довольно таки длинное, потому что мотор хочу установить примерно посреди самолета. Короче, хочу самолет с классической компоновкой, надоели мне эти летающие крылья. Хочется нормальный самолет, который будет нормально с колеса взлетать и садиться. Потому что летающие крылья не так просто взлетают и не так просто садятся. Вот старое сопло. Оно имеет диаметр 100 миллиметров. Здесь же буду заужать до 85 сначала. А потом, если будет повышенная температура, буду отрезать по чуть-чуть и укорачивать. И следить за тем, как падает температура. Я приобрел прибор, правда там села батарейка. Он сейчас не работает и ничего не показывает, надо заменить. Но суть в том, что он до 1550 градусов измеряет температуру. Так что мы сможем измерять прям турбину, прям в работе. Дистанционно, без всяких датчиков и так далее. Хочу 100 килограмм тяги получить, что тут поделаешь? Вот хочу и все тебе тут. Сделал равномерный зазор по окружности примерно 0,7 миллиметра. Это многовато, но гарантированно, чтобы ничего нигде не прикоснулось. Потому что если прикасается, то движок выходит из строя. Рассчитал характеристики. Вот что получается. Вот они все размеры. Сейчас буду наносить на лист, вырезать болгаркой и гнуть на своем замечательном самодельном станке. Вообще, что бы я делал без этой программы, так выручает? Это я радиус рисую. Так как циркуля нет в доступе, просто такими черточками. А с другой стороны упер. Самое основное нарисовано. Это турбореактивная тема, друзья. Очень такая муторная вещь, долго надо все делать, каждую вещь надо очень долго делать. Все чуть-чуть должно быть, все из нержавейки. Я бы из какого металла ее еще пойди найди. Инконель я не буду на этот двигатель переводить. Здесь обычная нержавейка 304 с металлолома. Женька Унгуран как-то много мне ее прикупил, надыбал там и я вот пользуюсь. Попробую вырезать это чудо и мы его согнем. Берегу здоровья, работаю в полной амуниции и очки, и уши, и даже вот это. Этот станок я сделал около четырех лет назад, когда активно занимался турбореактивными двигателями. Делал самодельный и вот для того, чтобы сделать, сделал еще и станок. Попробуем согнуть, попробуем как он работает. Так, включаем. Все работает по-прежнему, все крутится. Надо же, главное пальчик туда не засунуть. Нужно стремиться поддерживать параллельно все время. Уже забыл как пользоваться, если честно. Все пошло. Помню, пользовался киянкой. Первый заход есть. Прямые трубы сильно проще гнуть, чем такие конусные. Ну вот, уже можно сказать готово. Это уже можно сваривать. Причем довольно таки успешно. Интересно, по диаметру оно у нас совпало? Да вроде бы совпало, отлично. Медяка очень сильно пострадала. Сейчас приварим аккуратно. Главное, чтобы вот эту часть не повело, потому что там турбина и она должна быть круглая, ровная. Вот это труба. Вроде бы ничего не повело. Вот такие получились швы. Здесь я уже настроился, но поначалу было вот так. Я не стал сильно здесь выравнивать, чтобы именно как раз не повело. То есть варил так, как оно есть. Я бы мог молоточком подравнивать, но тогда бы повело всю эту нашу замечательную деталь. Ну что ж, ребята, мне уже не терпится примерить и посмотреть, как она будет смотреться на движке. Вес у нее, к сожалению, гигантский. Целых два с половиной килограмма, вес какой-то не самолетный. Но я не знаю, что с этим делать. У меня вот именно такая нержавейка есть. С ней вообще проблемы большие ездить, где-то ее искать, покупать. А так как это у нас проект не основной, то вот делаю по факту из того, что есть. Вот. Там сама турбина 35 килограмм или больше весит. Так что два с половиной больше, меньше. Все равно я облегчил, так как внутреннюю довольно-таки массивную деталь убрал. Там она тоже килограмма полтора-два весила, только лишь она. Смотрится агрегат уже довольно-таки серьезно. Давайте посмотрим на зазоры, ушли они или нет. Но я вижу, что зазор равномерный на турбине. Значит, получается ничего у нас кардинально страшно не повело. Потому что это самое худшее, когда турбина цепляет корпус и все. Реактивному двигателю наступает полный конец. У меня уже пару раз такое было в практике. Ну что ж, друзья, пожалуй, на этом все. Не забывайте, что у нас еще будет микротурбинка. Что у нас будет огромный двигатель АИ-25. А также у нас будут эксперименты с переделыванием крыльчатки компрессора. Посмотрим, как она повлияет на работоспособность двигателя. Потому что у меня несколько таких турбостартеров и я бы хотел поизгаляться немножко поэкспериментировать. У меня складывается такое чувство, что скоро мы уже начнем давать жидкого на канале. Ну а сейчас все. Всем пока. До новых встреч.